Дорогие друзья! Против фальсификации выборов в более широком плане, конечно же, против авторитарного режима, который президент Лукашенко насаждал в нашей стране на протяжении 26 лет. Эта борьба достигла своего пика именно в эту избирательную кампанию благодаря стечению нескольких обстоятельств. Вот этому цивилизационному разрыву, который возник между верхушкой Лукашенко и его кликой и всем белорусским народом, особенно молодым поколением, которое хотело бы жить в нормальной, демократической, справедливой стране, где бы существовала справедливая власть и справедливый суд. Борьба за справедливость идет сейчас у нас фактически каждый день. Власти необычайно жестоко относятся к демонстрантам, к общественным активистам, к правозащитникам, к журналистам. Более 10 тысяч людей за это время было арестовано, тысячи из них подверглись пыткам, избиениям, истязательствам, прошли через фильтрационные центры, которые были созданы в разных городах Беларуси, и где сотни тысяч людей постоянно избивали, унижали, не давали есть, набивали в камеры столько, что люди просто стояли, не было возможности сесть. И это все ужасно кажется, потому что это происходит в 21 столетии в Восточной Европе, в стране, которая также имеет богатую историю, и которая опирается также в своей истории на европейские ценности. Но в нашей истории был также трагический период сталинизма, когда свирепая сталинская диктатура в 20-е, 30-е, 40-е и начале 50-х лет убила сотни тысяч белорусов. Сотни тысяч из них прошли через лагеря, через необычайные муки были расстреляны или же умерли от голода в этих лагерях. В Минске есть памятное место, траурное место, это Куропаты, где в 30-е годы были расстреляны десятки тысяч белорусских граждан, белорусов. Там сейчас осталось сотни ям. Место это не зря. Лукашенко не вспоминал все эти годы и старался преуменьшить его значение для истории Беларуси. Лукашенко В 1987 году, это было здесь, где была первая конференция. Мы, молодежь, были организованы. 1000 людей были здесь. Это было здесь, чтобы все люди, которые были виноваты против диктатуры, против диктатуры, против диктатуры, которые хотели бы у них быть диктатуры, для Белоруссии и для любви, это была еще одна Советская консерия. В этом месте, в 100 000 и 100 000 людей были здесь. В этом месте, в 100 000 и 100 000 людей были виноваты, и в основном, в КГБ, которые были считаны как перемены, для тех, кто не знает, что произошло, чтобы люди знали о ней, для сегодняшнего режима. Мы делаем все для того, чтобы этот город становится памятным, но в то же время, в то же время, у нас не может стать правдой. Это не является местом обязательности для того, чтобы улучшить молодые поколения белорусов. Я уверен, что мы должны учить молодые, что ученики должны иметь их учеников, для того, чтобы понять, как ведет авторитаризм и тоталитаризм. Эта память о том, что в Биелорусе дешевле, эти мертвы и эти границы прошлого, которые мы хотим улыбаться, имеются в сегодняшний раз в Биелоруссии. Вот этой сильной руки, диктаторской, свирепой руки, с тем, что происходит в Белоруссии сегодня, она очевидна и ясна. Попираются права человека, попирается конституция, попираются законы, не соблюдаются никакие правовые нормы. Параллели тут очень ясны, и мне кажется, что власть специально замалчивала вопрос сталинских репрессий, чтобы не произошло осмысление этой темы, чтобы не произошло отторжение авторитарного режима. Но сегодня белорусы, мне кажется, протестуют именно против этого. Они протестуют против несправедливых выборов, на которых их постарались обмануть. Они протестуют против массовых репрессий и требуют наказания тех, кто участвовал в этих репрессиях. Это три основных лозунга, с которыми сейчас выступает белорусское общество. В этой борьбе белорусского народа за нормальную, демократическую, Беларусь, где соблюдались бы законы, где бы работало нормальное избирательное право, Беларусь, как европейскую страну, спокойную, мирную, в этой борьбе нам очень важна поддержка и солидарность как наших белорусских общин за границей, которые живут и рассеяны по всей Европе, так и наших друзей, неравнодушных людей, которые также желают, чтобы белорусский народ в конце концов мог жить спокойно в демократической и свободной стране. Поэтому для нас очень важно то, что делаете вы, принимая обращения, проводя пикеты, собрания, оказывая давление на свои власти, а также на власти Беларуси, с тем, чтобы в Беларуси остановилась волна репрессий, с тем, чтобы были выпущены политические заключенные. Более 10 тысяч человек прошли через лукашенковские застенки, где их били, истязали, пытали. И любови белорусского народа к этой авторитарной власти уже никогда не вернуть. И наши разговоры о свободе, о демократии, которые раньше проводили правозащитники и небольшая часть политических активистов, сейчас стали разговорами практически в каждом белорусском дворе. Люди хотят изменений, но военная клика Лукашенко делает все, чтобы сохранить свою власть, чтобы эти изменения не произошли. Поэтому мы обращаемся к вам поддержать стремление белорусов жить в свободной и демократической стране, чтобы наши дети могли учиться в университетах, и не думая про то, что их выгонят из университетов за то, что они поют белорусские песни или же собираются во время перерывов на занятия и обсуждают политическую ситуацию. В Беларуси высказывают свою точку зрения. Чтобы у нас не разгонялись белорусские театры, чтобы у нас не увольняли рабочих за их политическую позицию, за то, что они пробуют организовать протестное рабочее движение, чтобы у нас не разгоняли медиков, чтобы у нас не унижали учителей. Очень важно, что белорусы хотят ощущать себя людьми и делают все, чтобы их человеческое достоинство ценилось в этом государстве. Давайте вместе сделаем так, чтобы Беларусь как можно быстрее стала нормальной, европейской, свободной, демократической страной. Живей, Беларусь!